Наш телеканал и РУСФОНД продолжают совместную акцию. В следующем сюжете сразу две героини. У сестер Нурмухаметовых сахарный диабет. Надежда Марина расскажет подробнее. Любимая кукла проходит нелюбимую процедуру. Один укольчик и всё, успокаивает 4-летняя Тая Лялю. Ляле не больно, она из пластмассы. А вот маленькому ребёнку сложно объяснить, что эти ежедневные проколы ему жизненно необходимы. Ты утром поела кашу, да? Шоколадку съела маленькую. Надо посмотреть, сахар какой у тебя. Диагноз сахарный диабет первого типа Тае поставили в два года. В прошлом году ей установили инсулиновую помпу. Однако перепады уровня сахара всё равно случались. Ребёнок становится вялым, раздражительным, плаксивом. Мама девочки с тревогой просыпается по ночам, чтобы не пропустить очередной скачок. Где-то около 60 раз в сутки нужно обязательно измерить сахар. Старшая сестра Таи, Алина, живёт с диабетом почти 13 лет. Для молодой девушки прибор для измерения глюкозы – такой же привычный аксессуар, как тушь и блеск для губ. Это инсулиновая помпа, она всегда находится со мной. Эндокринологи рекомендуют Алине и Тае систему непрерывного мониторинга глюкозы. Это единственный способ отслеживать изменения глюкозы и улучшить качество жизни девочек. Обеим девочкам показано длительное ежедневное мониторирование уровня глюкозы. Это позволит более эффективно управлять сахарным диабетом и рассчитывать необходимую дозу инсулина. Система состоит из небольшого сканера и датчика. Он крепится на предплечье, при этом под кожу вводится тонкий стерильный волосок. С ним можно принимать душ и даже плавать, а показания прибора снимать прямо через одежду. Может на экскурсии ездить, допустим, без отрыва. Не нужно будет при всех где-то в незнакомых местах доставать глюкометр или на холоде, когда на холоде он замерзает, например. В прошлом году в рамках программы апробации Алине выдали систему непрерывного мониторинга глюкозы. Все это время, по словам мамы, у ребенка не было скачков сахара. Но в декабре прошлого года время тестирования закончилось. Датчики, которые нужно менять каждые две недели, выдавать бесплатно перестали. Стоимость системы и датчиков на год 319 468 рублей. В семье таких денег нет. Помочь Тае и Алине Нурмухаметовым просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 СМС-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Важно подтвердить перевод денег, если об этом попросит мобильный оператор. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они указаны на башкетской странице Русфонда. Надежда Марина, Ренат Искужин, Вести, Башкортостан.